Добрый день, дорогие друзья! Всем привет из Канады! Сегодня снова небольшое видео о нашем путешествии. Я знаю, что большинство моих зрителей любят мои примерки и шоппинг по магазинам, но вот не могла не поделиться с вами такой красотой. Мы ездили по нашей провинции Онтарио, путешествовали на несколько дней, уехали из нашего города. И я кое-что снимала, и вот хотела вам показать. Поехали мы в место, которое называется Принц-Эдвард-Каунти, что означает графство принца Эдварда. Кто такой принц Эдвард, я не знаю, но, видимо, был такой знаменитый принц. Это каунтри-сайт, что называется. То есть это деревня фактически канадская, антарийская деревня. И, ну, вы видите, собственно говоря, дома. Деревни это можно назвать условно. Это, в общем-то, такие большие фермы, поместья, усадьбы. Люди живут довольно зажиточно, имеют свои владения, свои угодья, что-то там выращивают, что-то собирают. Очень много виноградников. Вы знали, что в Канаде очень много виноградников. В провинции Онтарио есть очень много виноградников и делают великолепное вино всех-всех марок и форматов. Заехали мы по дороге перекусить вот в одну из таких называемых вайнерий. То есть это место, где производят вино, где выращивают виноград. У них свое местное вино. И при этих вайнерий обычно есть рестораны, где очень-очень вкусная еда. Вот по дороге мы заехали перекусить туда. И вот я сняла немножко вам виноградников. На самом деле выглядит немножко такой, как будто бы французская такой пейзаж. Но на самом деле это вот в провинции Онтарио. Взяли мы вино на пробу. Разные сорта попробовать перед едой. Пока мы ждали наш столик, нам дали несколько разных видов вина. На пробу их вина, который производится в этой вайнерии. И, в общем-то, мы немножко получали удовольствие. Немножко слишком много удовольствия, потому что выпивка там довольно много. А вот этот самый ресторан, он такой, знаете, на открытом воздухе, просто такие навесы деревянные. И люди сидят и кушают. Вот даже такие вот есть бочки винные, которые используют вместо столов. Людей было не очень много. Ну, в общем-то, достаточное количество людей. Очень красивое место. Очень такое... В общем-то, и деревня, с одной стороны, с другой стороны, очень все красиво и необычно. Еда очень простая там, но очень вкусная, потому что все местное. Рыбу ловят в местном пруду, в местных озерах, вернее. Салаты, овощи все местные, выращенные. Вот пиццу мы заказали, не успела вам отснять. Все накинулись и стали кушать. Я успела уже отснять надкусанную. Простите меня за это. Еще это место славится тем, что здесь очень любят вот такие вот старые машины, покупают старые машины, ремонтируют их и ездят на них, доводят их до ума, что называется. И очень любят на них кататься, потому что живет публика обычно в таких местах, такая не очень, может быть, молодая, традиционная. Люди, которые здесь выросли, люди, которые прожили всю свою жизнь. Так скажем, соль земли канадской, которые, собственно, и создали это благополучие, построили это государство, их предки, и они продолжают жить на этой земле, выращивать, заниматься сельским хозяйством, выращивать виноград, выращивать фрукты, овощи. В общем, как бы создают благополучие этой страны своими руками и сами, в общем-то, живут не бедно. Как вы видите, дома довольно-таки ухоженные, зажиточные, большие угодья. Мы подъехали к городу, который называется Пиктон. Ну, город это трудно назвать, маленький такой городок, совершенно такой традиционно типичный канадско-американский маленький город. Вот такие вот постройки, которым больше, чем 100 лет, в викторианском стиле, кафешки на улицах. Народу здесь живет немного, но очень много туристов летом, потому что здесь есть озера, здесь есть пляжи, есть где купаться. А сейчас особенно, поскольку мы никуда не летаем за границу, то все канадцы отдыхают внутри Канады, естественно, ездят по всем, так скажем, курортным, в кавычках, местам канадским. Ну, курортом это трудно назвать, но что-то подобие курорта, в общем-то, как бы деревня. Поехали отдыхать в деревню. Собственно говоря, дом, куда мы поехали отдыхать, это B&B, что называется bed and breakfast, кровать и завтрак в переводе на русский язык. Это очень популярный вид отдыха в Канаде, то есть большой дом, в котором живут двое людей пожилых, и у них огромный дом, который им совершенно, так сказать, велик. И они сдают в нем комнаты для людей, которые приезжают отдыхать, и делают завтрак. То есть кровать и завтрак в прямом смысле. Комната с завтраком. Вот так вот, если перевести. Очень много таких bed and breakfast на территории Штатов Соединенных, на территории Канады. Это очень-очень популярный, распространенный отдых. Если вы приезжаете, вам не нужно целый дом снимать, то вы можете снять вот такую вот комнату. Хозяева тут же присутствуют, но очень, в общем-то, не в больших количествах. Они вас не достают своим вниманием, и предоставляют вам завтрак в основном. И в большинстве своем вы их просто не видите. Я сняла этот дом, я вам покажу, в чем это заключается, как это выглядит, и вы поймете, что это не то, что вы приехали к кому-то в дом и поселились у кого-то в комнате, и, в общем-то, живете вместе с хозяевами. Это не совсем так. Вернее, в принципе, это так. Вы живете в том же доме, хозяева продолжают жить в том же доме, но дом настолько просторный и больший, что вы, в общем-то, можете существовать совершенно спокойно, не пересекаясь с ними. В принципе, они очень приятные люди, пожилые люди, очень работящие, очень такие симпатичные, и не доставляли нам никаких хлопот, ни мы им, ни они нам. Ну вот мы подъезжаем сейчас к дому, я вам его немножко сняла. В общем-то, он утопает в зелени вокруг, как вы видите. Он стоит на берегу озера Онтарио. Очень много цветов, клумбы. Вот при вход, собственно говоря, в сам дом, дом двухуровневый, вот первый этаж находится на уровне входа, и второй этаж, как бы, нужно спуститься вниз. Он стоит на холме, и получается, что первый этаж стоит выше, как бы, чем второй. Второй находится внизу. Это кухня. Очень большая кухня, очень удобная, очень просторная. Мы этой кухней не пользовались, пользовались этой кухней хозяева, потому что наши друзья жили внизу, на втором уровне. У них там была своя кухня, сейчас я вам тоже покажу, а мы жили на этом уровне. У нас была комната здесь, огромный остров, очень все красиво украшено, красивый дизайн, очень красивая мебель. Дом довольно новый, дом лет 10, наверное. Очень ухоженный, они следят за ним невероятно. У них есть помощники, потому что, в принципе, ну вот, следить за таким домом, убирать, убирать за постояльцами, менять постель, мыть и так далее. В общем-то, это большая работа. Самое красивое в этом доме, это, конечно, вид. Это выход на веранду, на террасу, потрясающий вид на озеро, огромная зеленая лужайка, которую они там стригут каждую неделю хотя бы по разу, это точно. Мы, во всяком случае, видели, как ее стригли. И вот, очень красивая терраса, на которой стоит очень много мебели. Я удивилась, думаю, что за мячик, оказывается, такие светильники стоят на столах в виде таких каких-то круглых мячей. Она не очень широкая, но, тем не менее, довольно просторная, большая. Мы могли пользоваться этой террасой, но, опять же, мы пользовались патио, которое было внизу, на нижнем этаже, где жили наши друзья. Сейчас объясню, почему. Потому что там как бы больше прайвеси у нас было. Это была как бы наша территория. Вот, опять же, на террасе стоит грилл, барбекю, можно им пользоваться. И также стоят столы со стульями, всякие кресла, в общем, много всякой мебели, где можно сидеть, отдыхать. Очень-очень свежий воздух, очень красивый вид. Возвращаемся в дом. Очень много красивых деталей в доме, красиво украшен. Вот такая интересная входная группа, так скажем. Зеркало с вешалками, такая скамеечка. И пойдемте вниз. Я покажу вам, где жили наши друзья. Собственно говоря, этот этаж был отдан им и нам. Поэтому мы, в общем-то, тусовались здесь, вот внизу. Большая-большая living area, то есть диван, огромный телевизор, книжные полки. Небольшая кухня, но вполне такая, ей можно было пользоваться. Холодильник, машинка для кофе, микроволновка, в общем, посуда была, чашки, тарелки, в общем, все, что нужно. И вот выход, собственно говоря, на террасу. То есть это мы находим сейчас под тем балконом, который я вам показывала. Здесь вот, видите, получается, балкон создает такой навес. Здесь тоже есть мебель, стулья вот эти наши канадские знаменитые, Москока, Москока стулья, Москока Черрс это называется по названию озера Москока, самого большого, одного из самых больших озер в Канаде, известных озер в провинции Онтарио. Здесь есть обеденный стол, какой-то сервант со всякими штуками, дрюками, в общем-то, фотографии хозяев, их детей. Это жилой дом, люди здесь живут, но в летний сезон они его сдают, вот эти вот комнаты, сдают нижний этаж, сдают несколько комнат наверху, а сами живут в другом крыле этого дома. и, в общем-то, где-то месяца 4 в году они их сдают. Может быть, это не самое большое удобство, но, по крайней мере, они очень неплохо на этом зарабатывают. Какую-то часть года как бы можно потерпеть для того, чтобы иметь хороший заработок. Вот это одна спальня, я вам сейчас показала. и мы направляемся во вторую спальню, в которых разместились наши друзья. На этом этаже одно единственное неудобство, что здесь есть только один туалет, одна ванная и один душ на две спальни. Вид очень красивый тоже на озеро. Получается, что как бы две пары жили, и у них был один туалет на две пары. Ну, в общем-то, потерпели мы. Вернее, они кое-как справились. Вот этот самый душ, туалет, ванная комната. В принципе, на четверых человек взрослых это вполне достаточно. Как-то можно, можно уже как-то разобраться, к кому, когда ходить в туалет. Вот. Это показывает нашу комнату. Она была на верхнем уровне, и наша комната была с ванной и с туалетом. Это было, конечно, очень удобно, поэтому, собственно, мы ее взяли, потому что, ну, не знаю, мы решили, что... В общем-то, неважно, могли бы внизу остановиться, но кто-то должен был остановиться наверху. Здесь, правда, нет такого вида красивого, как есть в других комнатах. Вид на подъезд к дому, но зато есть свой туалет, свой душ, своя раковина, естественно. Очень все чисто. Все было полотенце, постель. Все было потрясающего качества, очень высокого качества. Не просто постель, а постель такая, такая, что у меня дома такой нету. Дорогая, дорогая постель, дорогие полотенца, все, знаете, такое на высшем уровне. И все такое современное, новое, чистоты необыкновенные, не к чему придраться, уж поверьте, я пыталась. И вот такого типа нам давали завтрак. Это на две пары завтрак. Каждому выдавали по такой тарелке. Вот это вот маленькие такие яичницы, сделанные в духовке, в тесте. Это какие-то сладкие булочки, пирожки. Все они пекут сами. Это круассоны с вареньем и с фруктами. Это был завтрак на следующий день. По поводу еды я должна сказать, что мы ели там очень много, потому что мы ходили каждый днем и вечером мы ходили куда-то кушать, в какие-то кафе. Еда вся была очень простая, такая, знаете, местная, но очень-очень такая полезная и очень качественная, хорошая. Вот это еще один ресторан, куда мы ходили. Я вам там показала там патио прямо на улице и вот такой вот вид открывается с ресторана. То есть мы сидели за столом и вот смотрели на такой вот совершенно потрясающий, шикарный вид. Леса, озера, в общем, очень красивая, очень необычная еда, такая деревенская, но потрясающе вкусная. Опять же, повторюсь, они все это делают сами. Это все местное производство, ничего не покупают, все очень чистое. Ну и самая главная достопримечательность этого места – это песчаные пляжи. Это называется Сентбэнк, то есть песочный берег. И это пляжи, в принципе, это пляж на озеро Антарио. Там такой небольшой залив как бы образуется. И это очень известное место, потому что это, в принципе, здесь дюны. Не просто песок, это дюны. Причем эти дюны считаются, известно тем, что это считается самые большие по площади дюны в мире. Самые высокие, самые большие. То есть вот сколько видит глаз от воды. Я сейчас так пыталась снимать, но как бы у меня не очень получалось. Огромная территория, все это дюны, песчаные дюны, очень приятный песок, прям такой, знаете, как манная крупа. И очень хорошая вода, чистая, красивое теплое озеро, потому что это залив, опять же. И, в общем-то, очень необычное, очень интересное место. Вообще в Канаде, я вам хочу сказать, есть любые места и любые достопримечательности. Можно поехать и посмотреть. Никуда не надо ездить. Ну и самое большое развлечение этого места – забраться на самую высокую дюну, а потом бегом с нее сбежать, поднимая пыли и горы песка. Это делают дети, это делают взрослые. Это обязательно надо сделать, когда вы приезжаете в это место и с визгом и с криком слететь с этой горы бегом. Вот такое у нас было путешествие. Надеюсь, вам понравилось и было интересно. Всего доброго. С вами была ваша Дита. Увидимся совсем скоро. Бай-бай. С вами был Игорь Негода.